Приветствую всех друзья на своем канале. Сегодня я вам представляю на обзоре монету Греции 1 Драхма 1976 года. Она относится к периоду Третья Греческая Республика 1974-2002 год и является монетой периода 1976-1986 годы. Очеканина монета на монетном дворе Афины тиражом 26 450 000 штук. Стелана из никелевой латуни и имеет желтый цвет. Давайте рассмотрим монету поближе. Перед нами Аверс монеты, на котором изображен портрет Константина Канариса годы жизни 1793-1877. Это греческий адмирал, герой освободительной войны за независимость, политик, премьер-министр Королевства Греции. По окружности монеты надпись Константин Канарис. Давайте рассмотрим реверс монеты. Перед нами реверс монеты, на котором изображено двухмачтовое парусное судно Брих-Арес. Этот Брих был главным судном в морском поторском сражении, которое состояло 20 февраля 1822 года. Историк Вакалопулос говорил, что поторское сражение было первым настоящим морским сражением в освободительной войне за независимость. Это морское сражение отличалось от других морских боев и сражений в восьмилетней освободительной войне. С греческой стороны в этом сражении участвовал греческий трехостровной флот, который часто назывался в греческой историографии, объединенные эскадры трех греческих островов. Для объединения в этом сражении первая вышла эскадра с острова Псара под командованием Николиса Апостолиса, состоявшая из 15 вооруженных судов и одного брандера, которым командовал Константин Канарис. 10 февраля вышла вторая эскадра с острова Идра, состоявшая из 26 судов под командованием Триумвирата Андреаса Меаулиса, Лазароса Пинациса и Яниса Вулгариса. Меаулис имел статус первого среди равных, но де-факто командование эскадрой Идры было принято под его руководством. И того же дня вышла третья эскадра с острова Спеце под командованием Гикаса Цупаса, состоявшая из 19 судов и одного брандера, капитана Пориотиса. Эти эскадры встретились у острова Элафонисус, у юго-восточной оконечности Пелопониса. И несмотря на приближающийся шторм, греческая эскадра вышла на поиски османской эскадры. Вперед были высланы две филюги, которые потом сообщили, что османская эскадра находится в приближении к Патрам. Встречный штормовой ветер вынудил греческие корабли встать на якорь. Через пару дней, после того, как ветер немного утих, за три часа до рассвета, греческие корабли подняли паруса. Приближающийся греческий флот во время шторма стал полной неожиданностью для турецкого флота. И османские фрегаты и корветы в беспорядке рубили якорные канаты для того, чтобы побыстрее выйти из порта и покинуть рейд. Но уходящие османские корабли Брих-Арес под командованием Меаулиса настиг и, вклинившись между двух фрегатов, разрядил все ядра с двух бортов. По словам историка Димитриса Фотиадиса, это сражение закончилось ничьей, так как османской эскадре удалось уйти под британским прикрытием. А вот большинство греческих историков утверждают, что это сражение окончилось большой греческой победой. По причине шторма, смены ветров и то, что османской эскадре удалось уйти, большинство греческих кораблей не удалось поучаствовать в этом сражении. Согласно рапорту трех адмиралов Греции, с турецкой стороны был потерян фрегат, многие получили серьезные повреждения, 130 турецких моряков были убиты, а с греческой стороны были ранены 20 моряков. Ниже под рисунком надпись монеты Драхма, внизу монеты Гочеканки 1976, разделенной цифрой 1. По окружности монеты надпись «Греческая демократия». Диаметр монеты 21 мм, толщина 1,7 мм, гурт рубчатый, вес 4,1 грамма. Цена монеты около 5, от 5 до 10 гривен. Все зависит от места покупки и состояния монеты. Спасибо, друзья, всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока!